План Победы Украины Президент добавил, что сначала план будет представлен Джо Байдену, от которого будет зависеть предоставление помощи и степень свободы Киева в использовании военных ресурсов. После этого план передадут вице-президенту Камале Харрис и кандидату в президенты Дональду Трампу. С Путиным не может быть никаких компромиссов. Диалог сегодня в принципе пуст и бессмысленен, потому что он не хочет заканчивать войну дипломатическим путем. Он этого не хочет, он делает вид, что готов к дипломатическому пути, но при условии предоставления ему 30% нашей земли. Одна часть плана, которая уже выполняется, касается Курской области. Вторая часть — это стратегическое место Украины в мировой инфраструктуре и безопасности. Третья часть — это пакет мер давления, мощный пакет, призванный заставить Россию прекратить войну дипломатическим путем. Четвертая часть — экономическая. Будет справедливо, если я сначала предоставлю этот план президенту США. От него зависит успех этого плана. Дадут нам то, что в этом плане или не дадут? Будет ли у нас свобода использовать то, что предписано планом или нет? Поскольку в жизни дела вообще не затягиваются, думаю, что представлю этот план в сентябре во время встречи с ним. Думаю, будет правильно донести этот план до Камала Харрис и Трампа. Операция в Курской области является частью плана, о котором я буду говорить с президентом Байденом. Главная цель этого плана — заставить Россию прекратить войну. И я действительно хочу, чтобы она закончилась на справедливых условиях для Украины. Если план будет принят и реализован, что также очень важно, если эти два элемента будут работать сообща, то мы верим, что наша главная цель будет достигнута. Благодарю вас. Если они, русские, узнают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет никакого успеха, а это значит, что у нас не будет никаких шансов, а это значит, что мы многое потеряем. Мы должны на нашей платформе, на саммите мира, занять сильную позицию. Конечно, всё закончится путём диалога, но мы должны занять сильную позицию в диалоге. Вот и всё. И мы переможем. Слава Украине! Владимир Зеленский также сказал, что состоялось успешное испытание первой украинской баллистической ракеты. В связи с этим лидер страны поздравил оборонную промышленность. Вероятно, речь идёт о ракете «Поляница», которой Киев хочет наносить удары по российским военным объектам. Зеленский отметил, что ВСУ применяют самолёты F-16 для уничтожения ракеты беспилотников. Киев также планирует подготовить план по второму саммиту мира. Готовность пригласить делегацию из Москвы Владимир Зеленский объяснил позиции других потенциальных участников встречи. «Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран», — заключил украинский президент.